Я родился в 1910 году в Париже. I was born in 1910 in Paris. Мой отец отличался мягкостью сердца, лёгкостью нрава. My father was a gentle, easy-going person. Подробнее о слове gentle вы можете узнать в моей статье «Gentlemen» в рубрике «Похожие слова». И целым винегретом из генов. A salad of racial genes, где racial переводится как «расовый». Был швейцарский гражданин, полуфранцуз, полуавстриец. Где слово «descent» вместе с предлогом «of» можно перевести по происхождению. Подробнее о слове «descent» вы можете узнать в моей статье «Descent» в рубрике «Похожие слова». С дунайской прожилкой «with a dash of the denube in his veins». О слове «desc» вы можете посмотреть ниже в этой статье. Я сейчас раздам несколько прелестных «I'm going to pass around in a minute some lovely». Глянцевито-голубых открыток. Glossy blue picture postcards. Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные. «My very photogenic mother died in a freak accident». Где слово «freak» можно перевести как прилагательное «необычный, причудливый». Пикник, молния. Мне же было тогда всего три года. И кроме какого-то тёплого тупика в темнейшем прошлом. «And save a pocket of worms in a darkest past». У меня ничего от неё не осталось. «Nothing of her subsides». Старшая сестра матери Сибила. My mother's eldest sister, Сибилл. Бывшая замужем за двоюродным братом моего отца. Whom a cousin of my father's had married. Вскоре, впрочем, бросившим её. And then neglected. Жила у нас в доме в качестве не той бесплатной гувернантки, не той экономки. Сибилл. Served in my immediate family as a kind of unpaid governess and housekeeper. Я рос счастливым, здоровым ребёнком в ярком мире книжек с картинками. Чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак. Clean sand, orange trees, friendly dogs, морских видов и улыбающихся лиц. Sea vistas and smiling faces. Он же, mon cher petit papa, он же мой дорогой папочка, he, mon cher petit papa, Брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде. Took me out boating and biking. Учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах. Taught me to swim and dive and water ski. Читал мне Дон Кихота и отверженные. Read to me Don Quixote and Le Miserable. И я обожал и чтил его, и радовался за него. And I adored and respected him, and felt glad for him. Когда случалось подслушать, как слуги обсуждают Whenever I overheard the servants discuss его разнообразных любовниц. His various lady friends. Ласковых красавиц, которые очень много мною занимались. Beautiful and kind beings who made much of me. Воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы. And could and shed precious tears. Над моим вполне веселым безматеринством. Over my cheerful motherlessness. Я учился в английской школе. I attended an English day school. Находившийся в нескольких километрах от дома. A few miles from home. Позднее отец со свойственным ему благодушием. Later, in his delightful manner, my father. Комбинация, in his delightful manner, можно перевести как в его восхитительной, благожелательной манере. Дал мне сведения этого рода, которое, по его мнению, gave me all the information he thought могли мне быть нужны. I needed about sex. Это было осенью 1923 года перед моим поступлением в гимназию в Лионе. This was just before sending me in the autumn of 1923 to a licee in Lyon. Где мне предстояло провести три зимы. Where we were to spend three winters. Но именно летом того года отец мой, увы, отсутствовал. But alas, in the summer of that year. Он разъезжал по Италии вместе с мадам Эр и ее дочкой. Так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться. И я не был никому, 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 никому. Многие понимают, что, в принципе, каждый из нас смог бы при изучении языка получить результаты и самостоятельно. Но при этом каждому становится очевидно, что он затратит много времени, возможно, нервов, и сделает массу ненужных ошибок. А со мной вы придете к результату намного быстрее, без ошибок и комфортно. И к тому же вам будет еще и интересно. Ведь вы любите кино. Мне совсем не важно, на каком вы уровне. Главное, чтобы вы хотели. Смело могу сказать, что моя методика универсальна. И главное в ней сравнительный анализ, который доступен всем. Продолжительность урока 1 час 30 минут. Стоимость урока 20 евро. Заявки принимаю по скайпу алекс-тичер 55. See you soon!